За годы обучения в школе мы получаем очень большой объем знаний. Но вот всегда ли можем применить их в жизни? Как помочь детям адаптироваться при переходе из детского сада в начальные классы? Могут ли родители дошколят стать полноправными участниками образовательного процесса? Обо всем этом педагоги нашего муниципалитета говорили на семинаре «Настоящая подготовка к будущему», который прошел в Видновской школе номер 7. В 2022 году по приказу Академии социального управления Московской области МГУ «Видновская школа номер 7» стала региональной стажировочной площадкой по теме «Функциональная грамотность» как условия достижения высокого уровня качества образовательных результатов. Функциональная грамотность – это те знания, которые детям смогут использовать в жизни, а потому они особенно важны для ребят. Креативное мышление, глобальные компетенции, математическая грамотность, читательская грамотность, естественно, научная грамотность – вот такие направления есть у нас. Но мы работаем так, чтобы дети могли эти знания, которые они получат, применить в практике. Финансовая грамотность, как рассчитать, например, акции в магазине, или как оплатить квартплату ЖКХ. В этом году в состав седьмой школы вошли два детских сада. Воспитатели и дети работают над проектом «Прискол журналистика». Юные корреспонденты увлеченно постигают основу профессии. В проекте дети учатся взаимодействовать не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми. Уже были взяты интервью у директора Ольги Ивановны, у библиотекаря школы, у сотрудника пищеблока детского сада. Самыми интересными и полезными для педагогов оказались мастер-классы. Школьные учителя в игровой увлекательной форме познакомили детсадовцев со школьными предметами – физикой, УБЖ, английским языком и биологией. Мы отправились в увлекательное путешествие в мир физики, но не просто физики, а волшебной физики. Мы с детьми просмотрели различные фокусы, дети также смогли поучаствовать в этих фокусах. Но объяснение этих фокусов они получат только на уроках. Как признались участники семинара, такие мероприятия очень ценны, особенно для молодых специалистов, начинающих свой профессиональный путь. Я впервые принимаю участие в подобном семинаре. Мне очень много удалось для себя почерпнуть, понять. Такие семинары нужны. И Ленинский наш округ замечательно, что проводит такие мероприятия. Очень интересно, занимательно. Детям тоже очень понравилось. Все были в восторге. Вторая часть семинара, где будут подробно обсуждаться все направления работы школы, состоится 6 декабря. Татьяна Брылова, Наталья Чепурная, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры подогнал «Симон»